Так как времени немного, а проблема огромная, поэтому я, может быть, некоторые из слайдов моей презентации буду проскакивать. Потому что, на мой взгляд, состояние и роль микробиоты в последнее время стало предметом очень пристального внимания современной науки. Много появляется нового, очень много данных. Если мы вспомним ранние представления о дисбактериозе и о том, сколько каких бактерий должно быть в нашем организме, это всё драматически изменилось, когда появилось секвенирование нового поколения. Но ни суть, ни важно, кто в нас живёт. Мы являемся суперорганизмами, где больше микроорганизмов намного, чем наших собственных клеток. И микробиом существенно более богат по составу генов, чем наши собственные гены. Но посмотрите, какое огромное количество заболеваний развивается, когда микробиом ломается, когда нарушается микробиоциноз. Это и воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, метаболический синдром. Как вы знаете, сейчас просто эпидемия метаболического синдрома во всём мире. Аллергозы, нейродегенеративные заболевания. Но сейчас выходят на первый план онкология и работы, связанные с опухолевыми заболеваниями, связанными с нарушением микробиоты, и сердечно-сосудистые заболевания. И следует понимать, что, в принципе, перекос в естественном микробном составе, сейчас появился такой термин, называется эубиоз. Естественное состояние. Он напрямую зависит от того, вообще, в каком окружении мы находимся, и как мы себя чувствуем. И часто этрогенные факторы, такие как приём целого ряда лекарственных препаратов, в первую очередь антибиотиков, могут нарушить естественный микробиоциноз, микробиом, как таковой конкретно различной части этого микробиома. Это и вирусы, это и археи, это два разных царства, бактерии больше всего отслеживаются, но это и эукариоты. Поэтому сейчас вот появился термин «вером», специально смотрят о содержании грибов. Но суть в том, что целый ряд сходных процессов происходит в организме, когда микробиом нарушается. Это и нарушение микробной проницаемости, это появление провоспалительных цитокинов, хроническое воспаление в желудочно-кишечном тракте, нарушение продукции короткоцепощатых жирных кислот, изменение чувствительности к инсулину, а значит, развитие диабета первого-второго типа. И когда мы делаем метагеномный анализ, мы видим, что если это здоровые или люди с нарушенной работой желудочно-кишечного тракта, например, при различных патологиях синдром раздраженной кишки, неспецифический язвенный колит болезнь, крона и так далее, вы не назовете заболевание, которое либо не сопровождено, либо не является следствием развившегося дисбиоза сейчас. И мы видим, что да, по различным филам, по различным классам происходят существенные драматические изменения в организме. И тут важно подумать о том, что дисбиоз может быть либо глубокий, к которому вернуться уже практически к естественному состоянию эубиоза невозможно, либо поверхностный, когда мы за счет собственных резервов можем как-то вернуться. Так вот, в случае глубокого дисбиоза нужно что-то делать. Потому что, если мы посмотрим, зачем нам вообще бактерии, к примеру, да, что бактерии? Это мы бактериям даем метаболиты, различные питательные вещества, мы поддерживаем их в определенной температуре, поддерживаем газовый состав, безумно важно, по ходу кишечной трубки все падает и падает, содержание кислорода. Они помогают, мы помогаем им распространяться в окружающей среде по планете Земля, да, и они нас могут покинуть, если человек плохо себя чувствует, и бактерии уходят от нас, как крысы, выбегают с тонущего корабля. Нам же бактерии дают огромное количество всевозможных иммуномодуляторов, и обеспечивают антимикробную резистентность. Они реально участвуют в нашем пищеварении, они первые потребители пищи, которую мы потребляем в процессе питания. И сейчас заговорили очень широко о нейрональной стимуляции, о God Brain Access, так называемой. То есть я бы сказал, что мы от микроорганизмов зависим в большей степени, чем реально им даем. Потому что микроорганизмы, как выяснилось, совсем недавно осуществляют и эпигенетическую регуляцию, то есть реально как мы выглядим, как мы себя ведем, даже как мы себя ведем в социуме. И реально это происходит через метаболические пути, через нейрональные пути. Показана прямая нейрональная стимуляция эпителия через систему Nervus Vagus совсем недавно, через глутаматные рецепторы. То есть связи теснейшие. И по последним данным, если Homo sapiens как вид сформировался приблизительно полтора миллиона лет, то вот это сообщество эукариотического организма как единого целого и того микробного окружения начало формироваться по расчетам современных биоинформатиков порядка 15-20 миллионов лет. То есть те примитивные приматы, которые были предками наших предков, уже сформировали те взаимоотношения, которые имеются в нашем организме, и в частности в состоянии эубиоза. Поэтому, когда все хорошо, у нас есть мукозный слой напрямую, бактерии не очень-то контактируют с эпителием, и контакт осуществляется на уровне различных сигнальных молекул, то стоит развиться дисбиотическому состоянию, например, после приема лечения антибиотиков, когда мукозный слой нарушается, повышается проницаемость сквозь слой эпители, и развивается вот это хроническое воспаление, которое является триггером развития дисбиотических процессов, сдвигается регуляция Т-лимфоцитов сначала в сторону Т-H1 ответа, при запущенных случаях уже как бы качели качаются в другую сторону, растет Т-H2 ответ, и вот в этом-то случае как раз мы вспоминаем об онкологии. То есть идет вот такое вот изменение от воспаления к резистентности, и это вызывает как раз длительную хроническую патологическую замкнутую спираль, которые приводят к развитию заболевания. Меняется и состав микроорганизмов, это уже наши данные метагеномного исследования, меняется содержание кластридий, меняется содержание микро-РНК, оказывается микро-РНК, которое продуцируется нашими эокариотическими клетками, тоже заточено на то, чтобы посылать сигналы нашим бактериям, и она прекрасным образом сохраняется, в отличие от других РНК, и его можно использовать как диагностическую модель. Различные виды микро-РНК, например, существенно повышаются у различных пациентов, в частности при болезни крона, можно смотреть уже как диагностику. И теперь посмотрите, мы можем смотреть, что происходит в кишечнике, реально в кишечной трубке, то есть это нормальная ситуация, когда слизь черная между бактериями и между эпителием является эдакой рекой, барьером, и все хорошо. Стоит развиться заболеванию, например, болезни крона, как вот здесь, бактерии, и в частности граммотрицательные бактерии, начинают втекать в межэпителиальные барьеры, вызывать хроническое воспаление, запуская вот этот патологический процесс. Это процесс, который и по сути является дисбиозом. Развиваясь, дисбиоз приводит к нарушению состава микроорганизмов, то есть к нарушению микробиоты. Нарушение микробиоты приводит к нарушению общего генетического баланса, это уже нарушение микробиома. И вот смотрите, особенно при нейродегенеративных заболеваниях, какие мощнейшие перекосы происходят в составе микроорганизмов. Видите, синее здесь, не вдаваясь. Объясню, это протобактерии, это различные представители энтеробактериации, в частности, там кишечная палочка, сальмонеллы, шигеллы и так далее, то есть граммоотрицательные микроорганизмы, которые поддерживают это хроническое воспаление и вызывают заболевания. Поэтому неудивительно, что при целом ряде патологических процессов и онкологических происходят вот такие сдвиги на уровне микробиоты. И эти сдвиги на уровне микробиоты либо характеризуют онкологический процесс, в частности, например, при колоректальном раке, но и при других видах онкологической патологии. Либо сопутствуют. Мы не знаем, где яйцо, где курица. Сейчас идут активнейшие исследования, но мы знаем маркерные виды бактерий, которые сопутствуют онкологической патологии. Резко растут содержания бактероидов, фузобактерий и целого ряда других микробных сообществ. Вот это уже наши данные с нашими коллегами, которые председательствуют здесь на этом симпозиуме. Вот посмотрите, как меняется в случае колоректального рака микробиота. Растут содержания бактероидов, растет содержание фузобактерий в случае онкологической патологии. Это может быть уже диагностическими маркерами. Произошла операция, все изменилось. Но оно изменилось каким образом? После операции пациент начинает получать антибиотикотерапию. Опять-таки возникает дополнительный виток развития дисбиотического состояния. И что происходит? Резко растут протобактерии, чего мы боимся. Например, клостридиодифицили, псевдомембранозных колитов, которые могут в конечном итоге лишить пациента жизни. Поэтому целый ряд вещей, огромный массив информации, часто противоречивые. В этом разобраться непросто. Но мы знаем некоторые вещи, как маркерные. То есть гипероксигенация, продукция эндотоксинов в условиях дисбиотического состояния, нитраты. И в качестве маркера это понижение продукции регуляторных и противовоспалительных цитокинов. И маркер очень важный, интерлекин-10, который можно тоже отслеживать. И протобактерии, как ведущие факторы воспаления в кишечнике. Поэтому, если мы хотим восстанавливать состояние маркерами эубиоза, восстановление, естественно, микробиоциноза, будет повышение интерлекина-10, снижение протобактерий, повышение продукции антимикробных пептидов. То есть смысл терапевтических воздействий заключается в том, что нужно восстановить нормальную микробиоту до нормы, до естественного состояния. А как мы можем восстановить? Мы можем экзогенно вводить бактерии. Не буду говорить ни о пробиотиках, ни о фекальной трансплантации. Отдельно сегодня это огромная тема. Поговорю немножко о ауто-пробиотиках и возможности медицинского воздействия собственно, за счет собственных ресурсов и собственных микроорганизмов для восстановления микробиоциноза. Потому что наша задача очень простая. Нам нужно либо сократить время патологического воздействия. Вот красное, смотрите. Это патологическое воздействие в случае нарушения микробиоциноза. Либо время мы сокращаем за счет экзогенного введения бактерий, либо глубину повреждений. Потому что, как я уже в самом начале говорил, дисбиоз может быть обратимый и необратимый. Если он необратимый, ничего уже не вернется само по себе. Нужно что-то делать и предпринимать. Вот пробиотики таки могут стимулировать энтерликины и целый ряд пробиотиков. Сейчас появился даже термин пробиотики нового поколения, которые реально могут точечно, то есть, как бы, таргетные пробиотики появились точечно, элиминировать, например, клостридиум дефицелий из кишечника, воздействовать на стуфилококки, воздействовать на энтеропатогенную кишечную палочку. И сейчас ведется огромное количество стартапов, новых компаний возникает, которые используют те или иные бактериальные возможности для восстановления биотического состояния. Вот смотрите, с использованием пробиотиков, в частности, наша работа на основе пробиотиков мы можем микробиоциноз людей с тяжелыми рассеянными склерозами восстанавливать. И сейчас ведутся такие работы. Очень хорошо это влияет на состояние здоровья пациента. Что еще бактерии могут? Оказывается, оказывается, бактерии могут влиять и на раковые клетки непосредственно. И это долгое время знали очень ограниченное количество исследователей. Сейчас такого рода работ увеличивается в большом количестве. Оказалось, что микроорганизмы, микробиоты таки отслеживает наш организм на предмет потенциального онкологического перерождения тканей и клеток и может элиминировать целый ряд опухолевых линий ин виво у людей. Первым такого рода наблюдателем был американский ученый Вильям Коли или Колей, как у нас некоторые говорят, он обнаружил, что стриптококи патогенные таки могут оказывать прекрасное воздействие на развитие опухолевого процесса путем остановки развития опухоли уже в тяжелых запущенных фазах, когда метастазообразование происходит и так далее. Так вот, мы вернулись к этим исследованиям и проблема, которая возникла в работах Коли с тем, что он не мог регулировать вирулентность тех штаммов, с которыми работал, в частности, вирулентность патогенных стриптококков. Мы сделали изменение штамма исходно использовавшегося для онколитической терапии, осуществили полногеномное секвенирование, обнаружили целый ряд факторов и оказалось, что он может данный бактериальный штамм стриптококков может эффективно подавлять развитие различных типов раковых линий инвитро у лабораторных животных и находить опухолевые клетки в организме. Вот что удивительно, посмотрите, 10 в четвертой вы выводите лабораторному животному с опухолью, через 24 часа 10 в седьмой в области опухоли, через 6, а уже после второго введения уже через 6 часов 10 в восьмой и держится более недели. То есть и это не только наше наблюдение, оказывается целый ряд бактерий, относимых к 34-й группе патогенов, все отслеживая наш организм, находят опухолевые клетки селективно, развиваются, стимулируют фагоцитоз, смотрите, каким образом мощнейше стимулируется фагоцитоз, супероксиды стимулируются и за счет этого можно приостанавливать развитие опухолей с использованием бактериальных моделей и таких бактериальных клеток очень много, об этом нет времени рассказывать. Немножко расскажу о аутопробиотиках для восстановления эубиоза. Так вот, на самом деле наша иммунологическая система формируется не сразу, не моментально, мы рождаемся с наивной иммунной системой и где-то к второму, к третьему году наш иммунитет полностью адаптируется к тем микроорганизмам, которые у нас есть. Так вот, разработана методология, которая позволяет собственные бактерии отслеживать и вводить их после генетической характеристики на отсутствие генов патогенности, вводить их в организм пациента вновь. При этом подавляются патогенные микроорганизмы, стимулируется работа ферментов и всевозможных синтетических компонентов человеческого организма в толстой кишке. И что важно, что мы можем восстанавливать эубиоз, вот это лабораторная модель, но у пациентов мы видим то же самое с использованием персонифицированной микробной терапии. Вот это биоинформационные данные, вот это мы дали антибиотики лабораторным животным. Смотрите, бактерий мало, и они практически все однотипные. это протеобактерии на 90%. Если мы ничего не предпринимаем никакой бактериальной терапии, вот они застряли посредине, а контроль это вот они. Если мы даем ауто-пробиотические штаммы, в данном случае на основе энтерококков или бифидобактерий, мы нашли и другие бактериальные штаммы, которые могут восстанавливать микробиоциноз. Мы получаем вот что, смотрите, вот это нормальное состояние микробиоты, вот получили лабораторные животные антибиотики, опять это в основном протеобактерии, а вот ауто-пробиотики, они восстанавливают микробиоциноз до нормального состояния. И я вам говорил о важном критерии интерлекина-10, резко стимулируется продукция регуляторных цитокинов и подавляется кишечное воспаление на фоне воздействия ауто-пробиотиков. В клинике растут лактобифидобактерии, растет содержание энтерококов на фоне ауто-пробиотической терапии. И вот здесь исследование показано при синдроме раздраженной кишки по огромному количеству критерий, это в первую очередь касается боли, количества дефекаций, самочувствия пациентов, резкое улучшение состояния, можно лечить хронические воспалительные заболевания в организме. Интерлекин десятый у пациентов, посмотрите, как возрастают, это уже усредненные данные, дали им ауто-пробиотики при синдроме раздраженной кишки, резко растет такое состояние, резко подавляются патогенные микроорганизмы, как раз относящиеся к протобактериям, то есть мы добиваемся как раз того, что мы хотели получить теоретически, на нейродегенеративных заболеваниях та же самая картинка, при колоректальном раке опять-таки та же самая картина. Если мы онкологическим пациентам даем ауто-пробиотики, то исчезают вот те представители протобактерий, которые характеризуют состояние пациента после операции. То есть мы можем взять микробиоту до хирургического воздействия у данного конкретного пациента. И к моменту завершения антибиотикотерапии мы можем уже давать ему ауто-пробиотики, то есть существенным образом восстанавливать его заканчивый микробиоциноз, общее состояние здоровья. Ну вот это все запатентовано. Смысл всего этого нам, наш взгляд, целесообразно создавать центр анализа микробиоты и биобанкирования микробиоты в состоянии естественного микробиоциноза, в состоянии эубиоза, с тем, чтобы когда у человека это уже состояние развивается, можно было бы быстро это все из биобанка изымать, получать препараты и использовать для микроботерапии. Это не сказки, вот это уже наши ауто-пробиотики для пациентов. Сейчас мы создали новый медицинский центр, который уже начал функционировать в Санкт-Петербурге в Институте экспериментальной медицины. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое за блестящий доклад. Александр Николаевич, пройдите, пожалуйста, в президиум. Санкт-Петербурге в Институте в Институте в Институте в Институте